В юности Иван Бугаев случайно попал в компанию мотоциклистов и с тех пор понеслось. В буквальном смысле слова. Двухколесный конь навсегда стал верным другом, с которым Иван не расстается не только летом. Всю зиму в гараже перебирает мотоциклы по частям, готовит к летнему сезону. Самая любимая и родная Ява. С нее все и началось. Да и мы вот в 90-х годах, где-то 94-95 год, вот на таких Явах мы здесь по Одинцовой рассекали. Раньше собирались мы на Баковке, там было более удобно, а когда уже здесь обросли мотоциклистами, мы перебрались уже на ГДО. Это где-то уже в начале, наверное, 2000-х. И все, и вот с тех с начала 2000-х мы возле Баранки так и собираемся. До сих пор 1 мая центр города содрогается от рева сотни моторов. Новый мотосезон объявляется открытым. Здесь можно увидеть двухколесный транспорт на любой вкус, размер, цвет, мощность двигателя, скорость. И есть даже раритет, вот, например, Ява или Муравей, 83-го года выпуска. Начищенные до блеска, готовые к покорению новых дорог. Главное не забывать про безопасность, говорят байкеры. А экспериментировать со скоростью нужно в специально отведенных местах. Самое главное хулиганить на спортбайках на треке, это в первую очередь на таких, либо на отведенных специальных картодромах, либо на площадках тех, кто занимается стандрайдингом. Спортивные и маневренные для тех, кто любит скорость. Для комфорта и статуса более тяжелые и брутальные. Даже дамы не застрахованы от этого увлечения. К своим железным коням у них особое отношение. Некоторые относятся к мотоциклу как к ребенку, то есть за ним ухаживают, за его обслуживают, то есть его холят, лелеют, не дай бог там что-то где-то, то есть это прям как член семьи. На открытии сезона встретились представители четырех одинцовских клубов. Один из них женский. Основатели мотодвижения в России «Ночные волки» – настоящая история. За 30 лет своего существования они повидали и сделали немало. С начала пандемии все ребята, которые здесь на площади стоят, также принимали участие по Одинцовскому району в развозе гуманитарной помощи малоимущим семьям, бабушкам, дедушкам. Мы пару месяцев тут хорошо помогали. Буквально на днях Андрей вернулся из Донбасса. Этих людей объединяет не только увлечение мотоциклами. У них общие интересы и цели на это лето, в том числе волонтерство и развоз гуманитарной помощи. К исполнению этих задач они уже мчатся на всех скоростях.